МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика. С главными событиями понедельника и минувших выходных вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Смотрите сегодня. Повестка дня. На еженедельном совещании обсудили актуальные вопросы. Командный дух. Глава Чуваши наградил призеров соревнований приуроченных ко дню главы и муниципального служащего. Кто шагает дружно в ряд? В Республике проходит проверка детских лагерей. Прогнозы синоптиков. Минувшие выходные держали в напряжении спасательные и коммунальные службы половины регионов страны. Чувашию, к счастью, ураганы обошли стороной. Однако непогода стала причиной аварий на линиях электропередач. Все они устранены к вечеру воскресенья. На совещании у главы Чуваши обсудили и другие вопросы. Подробности в нашем сюжете. На прошлой неделе в Минобороны России подписаны четырехсторонние соглашения о строительстве Чувашского кадетского корпуса. Разработана дорожная карта, согласно которой будут проводить работы. Первый этап – это основное здание кадетского корпуса. На 400 мест. Общая стоимость – 629 миллионов. Вот объекты в эксплуатацию 1 сентября 2018 года. Второй этап – это строительство спального корпуса на 250 мест. Общая стоимость строительства ориентировочно 180 миллионов рублей. И третий этап – это строительство ледового катка. Значит, ввод в эксплуатацию в 2019 году порядка 300 миллионов рублей. Ориентировочно стоимость. На совещании обсудили и ежегодное июльское повышение тарифов. Напомним, правительство России устанавливает для каждого региона индексы, в пределах которых и могут повышаться тарифы. Для Чуваши это 3,9%. Максимальное изменение размера платы граждан с 1 июля текущего года за коммунальные услуги по отдельным муниципальным образованиям Чувашской республики может составить 6,2%. При наличии согласования представительных органов власти муниципальных образований данный индекс может превысить 6,2%, но при всем при этом средний индекс роста платы граждан по Чувашской республике не может превысить установленных 3,9%. По информации Министерства труда и социальной защиты Чувашской республики, за период с января по мае нынешнего года социальной поддержкой на оплату жилищно-коммунальных услуг воспользовались около 316 тысяч или 25% от общей численности населения республики. На эти цели направлены 664 миллиона рублей. Средняя сумма поддержки на одного человека примерно 420 рублей в месяц. Глава Чувашей подчеркнул, все социальные обязательства, которые берет на себя правительство республики, а в данном случае это субсидии на оплату услуг, должны быть выполнены в срок и в полном объеме. Елена Гальперина, Олег Якимов, Республика. Задача госслужбы по тарифам – довести до жителей новой расценки. Они разнятся и в муниципалитетах, и в сельских поселениях, и в ресурсоснабжающих организациях. В среднем по направлениям повышение примерно следующее. Среднее по республике изменение тарифов составит на холодное водоснабжение 2,42%, водоотведение 4,24%, тепловую энергию – 3,76%, рост стоимости горячего водоснабжения 2,71%. Тариф на электрическую энергию для городских жителей вырастет на 4,4% и составит 2,18 рубля за киловатт-час. Цена на газ составит 5,366 рубля за тысячи кубических метров с ростом 3,75%. Приближается важное событие. Впервые Чувашу посетят участники международного ралли «Шелковый путь». Экипажи на 150 грузовиках и внедорожниках стартуют 7 июля с Красной площади в Москве, а 8 июля они уже будут в Чебоксарах. Как идет подготовка к встрече, обсудили на заседании в городской администрации. 10 тысяч километров – такова протяженность «Шелкового пути». Россия, Казахстан, Китай. Зарядиться силами перед дальней поездкой автогонщики решили в Чувашии. В Ядринском районе для них подготовлен специальный участок гонки в 61 километр. А в столице республики – праздничная программа и заслуженный отдых. Участники ралли-проекта по центральному городу встретятся с нашими чебоксарцами и гостями нашего города на Красной площади. Здесь будет организован праздничный городок. В течение дня здесь будут работать интерактивные площадки, мотоспорт-картинг, автомобильная федерация, центральное место займет презентационную экспозицию «Ральшелковый путь». Еще одна важная тема для столицы. Продолжается реконструкция Московской набережной и Чебоксарского залива. Уже благоустроено 880 метров набережной на сумму более 140 миллионов рублей. Начинается реализация второго и третьего этапов проекта. Общая протяженность второго и третьего этапа составляет 3 километра 120 метров. Стоимость строительных монтажных работ 477 миллионов рублей. Работу планируется завершить в 3-м квартале 2018 года. В ходе реконструкции будут продолжены работы по строительству технического проезда, велодорожки, пешеходного бульвара, устройства наружного освещения. Столичные власти уделяют большое внимание состоянию дорожного покрытия. Более 730 миллионов рублей выделено на реализацию программы «Безопасные и качественные дороги». На сегодня работы выполнены по 11 адресам. Ремонт ведется еще на 7 участках. Татьяна Филатова, Олег Якимов, Республика. Сегодня в эфир национального телевидения «Чувашия» выходит программа «Приложение силы». Ее очередной выпуск посвящен вопросам формирования комфортной среды для жизни. Что включает в себя это понятие? Цветники, скамейки, фонтаны или все же детские сады, школы, больницы, отсутствие которых в шаговой доступности значительно усложняют жизнь большинства людей. Почему про европейские города и даже деревни можно сказать, что они ухоженные, а про большинство российских нет? Все эти и многие другие вопросы относительно благоустройства окружающей среды станут предметом дискуссии в новом выпуске телепроекта с главой «Чувашией» Михаилом Игнатьевым «Приложение силы». Смотрите сегодня в 20 часов 30 минут. В расследовании дела об обрушении стен здания на улице Гражданская поставлена точка. Следователи выяснили, что подрядная организация грубо нарушила правила при проведении ремонтных работ. Подрядчики возводили здесь пристрой, но работы затянулись. Долгое время фундамент находился в открытом состоянии. Специалисты были обязаны исследовать конструкцию, но так и не сделали этого. Стены не выдержали больших нагрузок. Также следователи выяснили, что строительные работы на протяжении двух дней велись без разрешения. При частичном обрушении здания был причинен ущерб Всероссийскому обществу глухих. Подрядчики обязаны выплатить собственникам здания 2 миллиона 800 тысяч рублей. Причастность обвиняемого к совершенному преступлению подтверждается заключением судебно-строительной технической экспертизы, его признательными показаниями, а также показаниями свидетелей по уголовному делу. Подрядной организацией, возглавляемой обвиняемым, приняты меры по возмещению причиненного ущерба и устранению последствий обрушения конструкции указанных стен. В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Московский районный суд столицы республики для рассмотрения по существу. Детский отдых должен быть безопасным. В республике проходит проверка загородных оздоровительных учреждений. На днях комиссия администрации города Чебоксара побывала в лагере «Березка». На вторую смену он примет около 200 детей. Каждый член комиссии проверяет свое. Как организована охрана, все ли в порядке с документами, все ли есть в медицинском пункте, что с ограждениями и так далее. Для того, чтобы пребывание детей в лагере было максимально безопасным, территория оснащена видеонаблюдением, установлена тревожная кнопка, организована пропускная система. К организации питания у представителей экспертной комиссии замечаний тоже не возникло. Повара следят, чтобы блюда были свежими, полезными и питательными. Кормим пять раз. Десятьдневное меню у нас. Это меню не повара, вставляет у нас тамбулгахтеры, вставляет десятидневное меню. Это не только тамбулгахтеры, это Роспотребнадзор, все это решено, да. Мы готовим меню, это блюдо по меню. У нас каждый день меню. Мы это с утра до легкого ужина, мы по меню готовим. У нас вот, например, утром обязательно каша молочная, бутерброд или с маслом, или сыром, или колбасой, или в другой раз яйцо, или запеканки, или пудинг, мальвино обязательно. По итогам проверки экспертная комиссия отметила, что организация детского отдыха в лагере «Березка» соответствует требованиям. Рифат Ваткулин, Дина Кустова, Игорь Зверев, Республика. Вечного двигателя не существует, зато есть беспрерывное движение, которое не замирает ни днем, ни ночью. Речь идет о движении автомобилей на улицах и магистралях. И заговорили мы на эту тему не случайно. 3 июля работники госавтоинспекции отмечают свой профессиональный праздник. Историю развития ГИБДД Чувашской Республики принято исчислять с 40-х годов минувшего века. В то время в Чебоксарах еще не было благоустроенной проезжей части. А шесть госавтоинспекторов обслуживали все города и районы республики. Работа за последние 80 лет прибавилась. В праздники и будни, круглосуточно, в любое время года, наряды ДПС несут дежурство на дорогах и трассах республики, обеспечивая безопасность и правопорядок. Сегодня количество смертельных случаев на дороге сокращается, меньше становится и травм. А вот ответственность участников дорожного движения, наоборот, повышается. В этом несомненная заслуга госавтоинспекции. Профилактике и просветительской работе уделяется особое внимание. Поздравляю личный состав госавтоинспекции с образованием 81-й годовщины. Могу сказать, мы добились положительных результатов и в этом году. С тяжкими последствиями дорожного транспорта, добились снижения. Также с ранеными, с детьми и с участием водителей нетрезвых состояний. Личный состав дорожного патрульного службы всегда работает в усиленном варианте. Особенно я обращаюсь к личному составу, которые несут службу на дорогах. Они день и ночь стоят на страже. Для них поставлена задача сегодня сохранить жизнь и здоровье всех участников дорожного движения. И всегда мы можем сказать им большое спасибо. Недавно открытый музейный комплекс деревни Малый Сундырь принял первых гостей за рубежом. За неделю его посетили более 200 туристов. И это говорит о возрастающем интересе к истории республики. С экспозиции музея приехал познакомиться и глава региона. Здесь выставили предметы быта, мебель, древние монеты и национальную одежду. Эти экспонаты передали в дар жителей района. Удалось собрать и уникальные коллекции старинных колокольчиков и фотоаппаратов. В стенах музея объединили вместе культуру Сувар, Барлгар и Чуваший. Историки подчеркивают, что эти народы связаны общими корнями. Булгары – это не призыв, будь един. А потом уже 16 век – Чуваший. Поэтому мы не разделяем. Само музея и культура, и материальная культура показывает. Сувара, Булгары, Чуваший – один народ. Без истории, без прошлого нет будущего. Поэтому сам автор, сам хозяин музея задумал это так, названием – Сувара, Булгары, Чуваший музей. Пробежать кросс, отжаться на время и даже присесть с наполненным песком мешком. Эти испытания предстояло преодолеть сотрудникам районных администраций. В Чувашии подвели итоги традиционного дня главы и муниципального служащего. Кому достался титул чемпиона, знает мой коллега Дмитрий Ковалев. Путь к победе тернист. Чтобы подняться на пьедестал подсчета, муниципальным служащим было необходимо выложиться на все 100. Участники спартакиады сдавали нормы ГТО, играли в футбол, волейбол и не только. Сергею Мульдьярову удалось быстрее своих коллег добраться до финиша с груженной телегой и забросить дальше всех пудовую гирю. Он занял первое место. Сила в генах. Да, да, это, честно говоря, гена. Вот такие, как день главы, это единственное мероприятие, я говорю, очень нужное такое мероприятие и нужное. Мы тут здесь сплачиваемся, по крайней мере, общаемся с теми же главными. Еще одно задание спартакиады – скосить траву на скорость. Одержать победу удалось главе администрации Красночитайского района. Александр Башкиров говорит, что косу ему не заменят даже новейшие культиваторы. Дома я косу всегда берегу, всегда, сегодня большие площади, конечно, мы и технику принимаем, и применяем, и трактора, но коса, она всегда остается при нас. И коса не подвела, ну и мы сами знаем эту работу с детских лет. Глава региона поздравил финалистов и отметил, что их примеру необходимо следовать. В органах власти республики количество спортивных чиновников увеличивается. День муниципального служащего – очередной шанс проявить себя. Каждый муниципальный служащий должен быть всегда в форме. Без физической нагрузки – это невозможно. Эти традиционные уже мероприятия, это я тоже хочу отметить, они сплачивают вас. Вы начинаете чувствовать локоть. Товарищи командиры, главы администрации, как начальники, лучше начинают вас понимать, это тоже важно. Наши муниципалитеты, наши республики, из года в год они становятся сильнее, красивее, благоустроеннее. Чем сильнее наши муниципалитеты, тем сильнее наша республика. Чем сильнее наша республика, тем сильнее Россия. Взять реванш у финалистов чиновники смогут осенью. Впереди очередной этап спорта Киады органов власти. Медрик Ковалев, Ирасель Мухаметов, Республика. Наша землячка Мария Кузнецова завоевала золото юниорского чемпионата Европы по борьбе, который в эти дни проходит в немецком Дортмунде. Кузнецова в финале весовой категории до 63 килограммов одолела Александру Вальцинчку из Польши. Тренер Мария отметила, что в ее подопечное боролась очень уверенно. Финальную свадку Кузнецовой признали лучшим поединком женского турнира. Кстати, в активе Марии ранее были в основном бронзовые медали крупных международных турниров. В ближайших планах чемпионки выиграть юниорский чемпионат мира. А в следующем, когда она уже перейдет во взрослую команду, успешно выступить на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх. Таким был этот понедельник глазами корреспондентов программы «Республика». Я Ольга Панова с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения «Чувашир». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова